Смотрите, что получается, что когда мы с вами находимся на сухих днях, то волей-неволей наше состояние, оно меняется. Меняется наше состояние, меняется состояние вокруг нас, меняется восприятие иной реальности, оно тоже, оно как будто бы замедляется. И получается так, что, сейчас попробую передать, а вы попробуйте это прочувствовать и мне напишите, так оно или нет. Получается так, что как бы время немножечко оно замедляется, а вы сами перестроиться в это замедленное время не всегда попадаете в него. И получается, что вот на этих сухих днях уже ни тело не хочет кушать, и даже мозг не хочет кушать, но вы находитесь в такой прострации, и вроде бы и заняться есть чем. Вроде и все хорошо, ни к чему не прикопаться, но такое получается вот размытое состояние, что ты понимаешь, что если ты поешь и попьешь, то ты встанешь на одну ступеньку с привычным тебе режимом. Ты как будто бы немножечко искусственно ускоришься в том формате, в котором ты привык жить. И у тебя жизнь пойдет опять своим чередом. То есть она опять забурлит, это уже, наверное, громко сказано, когда вы постоянно на сухих, да? Но она как бы вас вот в этот пазл обратно выкинет. А если вы не кушаете и не пьете, то получается, что вы уже с накатанной колеи сошли, у вас уже нет вот этого... То есть вы себе уже новую тропинку выбрали, иную, другую. Вы как бы выбрали иную, другую тропинку, и получается, что вы чувствуете время, которое вне вас. Вы начинаете чувствовать свой аватар. Но так как аватар ваш еще не встал вот на эту вновь выбранную вами дорожку, то у вас получается дискомфорт. Это знаете, когда как ребенок, когда учится ходить, он начинает ходить, и его виляет во все стороны. И у вас получается такое же состояние. У меня, по крайней мере, так было. Почему я выходила? Почему я сейчас вспоминаю, почему я выходила с таких дней?